Человек, которого сейчас вы видите, это лицо нашего музыкального мира в Европе. Человек, который выступал во Франции, в Германии, да, в Германии выступал. В Польше? Тяновой дед выступал там? Да. А что там там есть? Дмитрий Юрков, дорогие друзья, один из самых интересных авторов и исполнителей. Его нельзя назвать этому, я просто музыкант. Мне приятно, что это тоже военный, это наш человек. Дмитрий Юрков. Миш, я призываю тебе с днем рождения. Я желаю тебе, прежде всего, не устать от жизни, остаться зорким, находить темы и, как сказать, распределять нагрузку. Ну, наверняка мы все знаем Мишу, его характер. Да, он, с одной стороны, будет приезжать вечно, с другой стороны, на следующее утро, когда еще все, не то что не в адеквате, но еще всем тяжело. Он захватит кучу, как бы, этих аксессуаров, которые весят немало, обвешивает своими всеми. И вот, чтобы ему помочь, на самом деле, нужно идти на обережение. Он не пропускает никого. Нужно идти на обережение, он при этом говорит, «Да ладно, брат, иди катайся, я сейчас сам пойду, нужно как бы». Таков Миша. И поэтому сегодня, Миша, мы тебе решили отомстить за это, поставить тебе на вид. Вообще, друзья, мы все понимаем, что рано или поздно на каждого мужчину попадает в эпоху известного музыкального матча группы Чаев Аргентина – Ямайка. Начинается это с известного счета 5-0, а потом Ямайка начинает отквитываться. Мы, конечно, упорно не хотим, чтобы Ямайка забывала дады голой, но со временем не поспоришь. Поэтому мы сегодня… Миша сядь ты уже. Сейчас я. У нас есть такая групповая, в хорошем смысле история, Четверговская ветка на портале с Киевом. И мы приготовили Миши подарки, и творческие в том числе. Но для этого он здесь присутствовал. «А куда он убежал?» «Куда? Он пошел в студию и разговаривает, что за хреня, что с Ямайкой происходит?» Поэтому, друзья, сегодня Ямайка забила гол, который все-таки уже за ничью перевалил. Ямайка повела 6-5. Ну, а в раскладе «Аргентная майка» это, конечно же, 5-6. И я на сцену приглашаю Екатерину Калинкину и Сергея Буравлева. «Аргентная майка» в радиоэфире «Катя Бутгаря» и «Курчак». «Как вы думаете, как у вас начало раньше». Ладно, мы это сначала споем, да? Короче, друзья, вы тоже там это и... Подключайтесь как-нибудь. Я думаю, у нас будет побольше. На день рождения, как известно, приходят те, кто не забыл. Я, к своему греху, не забыл это, вернее вспомнил, сегодня утром. У меня было традиционное количество времени, чтобы приготовить Мишу подарок, мотив Катя Юрий Гальцев «Ух ты! Мы вышли из бухты». Посвящается Михаилу Калинкину и мачо «Аргентина» «Ух ты!» Мы вышли из бухты, лужи по пояс, язык на плече, морковка, клубника, овощи, фрукты, бесполезная рифма от фракции На Киевке пробка, фигачим поминки, конечная точка, гнездо в малый зал. Сидели бы дома, но Миша Калинкин – дело святое. Тарапутин сказал. Тарапутин сказал. Ох, ёлки, в руках две колонки, на шее гитара, рюкзак на горбу. Из-под мышек торчат микрофонные стойки. Ванька на шее и гагарда на лбу. Снизу двел лыжи, в лыжах ботинки, в ботинках афиши, за пазухой пуль. Тут верблюд посвалился, но Миша Калинкин спустится с мира за десять минут. Вопля, слюни не сопли, водка не сало, коньяк не яйцо. Гнезд снега ухарят, разлетаются вопли из уст не вполне. Адекватных бойцов. И пускай Аргентине, защитник Ямайки, Забился штрафного шестой няч подряд. Калинкин, он пофиг, он в ластах и в вайке, Восплавит любой пионерский отряд. Калинкин, он пофиг, он в ластах и в вайке, Восплавит любой пионерский отряд. И фото, фото. Какая жесть, какая жесть, Аргентина Ямайка, пять-шесть. Ого, какая жесть, какая жесть, Аргентина Ямайка, пять-шесть. Поздравляем, Миша! Миша, я тебе дарю струны, эликсир. Надеюсь, что они тебя сподвигнут на творческие подвиги. Да, бурчик сейчас будет от фракции, чья речь торжественная произносить. О, я буду пить. Дорогой Миша, мы тебя очень любим. Счастья тебе! С котенькой. И еще детишков. И не путаться в проводах. Вот это тебе для них. Спасибо. Волька, второй есть! Волька! Мы сегодня будем делать дальше! Спасибо! 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 Ты что-нибудь еще споешь? Ну да! Номинация «Загвязня» Какая лёгкая грусть Какие дальние дали Расправил брови и брус На синем лбу тишины Я утверждать не берусь Но во вселенной едва ли Найдётся столько тепла И бесконечной весны Мола, перестань меня бронить Мола, постарайся всё понять Это невозможно объяснить Здесь когда-то надо побывать Мама, пусть опять задержан рейс Мама, и туман над миром Пусть почему мы снова здесь Знает только ветер и брус Бог, гитара, ветер и брус Семёрка смотрит, шутя На покорителей Аня Мама, где пахнет праздником жизнь И поцелуем виной в бесконечность летят Два близнеца, как у Тая Пронзили шпилями ввысь Как во французском кино Мама, ты должна меня понять, мама Перестань меня бронить Это невозможно передать Это надо просто совершить Мама, и пускай задержан рейс Мама, но не остановлен пульс Почему мы снова здесь Знает только ветер и брус Бог, гитара, ветер и брус Ах, за подъёмами спуск И всё, что было неважно Нахмурил брови и брус На серому полу облаков Я утверждать не берусь Но те, кто был здесь однажды Меня, наверное, поют Без предисловий и слов Мама, ты должна меня понять, мама Ты должна меня простить Это невозможно передать Это невозможно объяснить Мама, пусть сто раз задержат рейс Мама, но не остановишь пульс Почему мы снова здесь Знает только ветер и брус Бог, гитара, ветер и брус Бог, гитара, ветер и брус Бог, Калинкин, Львович и брус Бог, гитара, ветер и брус Бог, гитара, ветер и брус Бог, гитара, ветер и брус Если Бог на земле есть Он такой, как и все мы Не измерить Его крест Не измерить Его сны Не является Он к нам Не кричит, вот и я Бог Ты все ищешь Его там А Он спит у твоих ног Всяк из нас на земле гвоздь Неизменно вещей суть Он бы мог предложить гвоздь Но взамен проложил путь И придумал в душе тест Где по замыслу ты царь И если совесть в тебе есть Ты как минимум не тварь Одинок ему брат И спешит он сказать нам Даже если нет фран Обязательно есть храм Обязательно есть дверь За которой ноет счет Бог у каждого свой Верь Он грустит Он тебя ждет Если встреча Настал срок Я бы в рост Перед ним стал Я бы Богу сказал Бог Не грусти Ты ж всегда знал Для того С сотворения мы Да Повторения мы Нет От того и манит Для того и горит свет 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 На мажоре закончим Крайний аккорд Мажор Не, мажор Мажор Это важный Это сырь Это сырь Ну ладно, извините Молчи Спасибо 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 Так Через одно Дорогие друзья Дмитрий Верхов Это гений Понимаете Потому что У него нет каких-то связей Министерства культуры Ему не пихает задницу Он все делает сам На зубах И делает очень хорошо Что сказал? Да Хороший Поэтому, дорогие друзья, в следующем году, видимо, концерт в Кремле будет проходить при его участии. Я вас всех очень туда приглашаю. Ну ладно, мы не дышим. Сейчас я в горе вернусь. Мне уже все. Что? Все, еду. А после сентября начинается. Все, началось в ее. Вот я ушел. Апрельский портинь. Лавочки убая. Вокруг царит привычная бессмерчность. Готические шпили Когутаев пронзают очарованную вечность. Здесь каждый тот, кем был когда-то прежде. Без статусов, без рангов, без регалий. Ребенок. Без восторга и надежды. С душой и без кокетства. К печали. На горячий гетт белой манной загорает снег. После вьюги у горячий гетт выкат крут. А на северах вишнях нет. Под корольчике на поляне верные друзья. И подруги в маленьком кафе шумно жду. Что в конце концов включат свет. В лучах безумного рассвета Кивают гордые вершины. Очарование чекета. Необъяснимо. Здесь у вопросов есть ответы. А для печали нет причин. Заболевание чекетом. Неизлечимо. На горячий гетт спят лавины. А Глинтвейн в Ай лучший в мире. За спиной Эльбрус, как верблюд. Терпеливо ждет все врагов. Но нельзя здесь на половину. И нельзя здесь по середине горычеке. Но ров грудь и хитры ледра северов. Но с засыпания до рассвета. Безмолвные гордые вершины. Очарование чекета. Необъяснимо. Вопрос не ссорится с ответом. А всяк юнец уже мужчина. Заболевание чекетом. Неизлечимо. На горах чекет. Добрые сказки. Бродят облака. Возле мира. У горы чекет взгляд стальной. А на северах вновь народ. И каждую весной. Без подсказки. Плюнув на дела. И квартиру по уши в долгах. Как жальной. Я беру билет. Я беру билет до минут. Заболевание чекетом. Неизлечимо. Заболевание чекетом. Неизлечимо. Заболевание чекетом. Неизлечимо. Заболевание чекетом. Я беру билет. Я беру билет. Я беру билет. Я беру билет. Встречи. Заболевание чекетом. Она немножко. Да. Такая. Ты понимаешь, что я говорю, да? Она немножко разгрузила тебя для творчества. Теперь да. Можно любить относиться с собой. Вот. Судьбы. Да. Конечно, мы все, естественно, зависимы. Мы на первое место ставим свои семьи. Которые нужно кормить, зарабатывать деньги. Размышляя о деньгах, когда приходишь с возрастом круга, то, что самая великая ценность, которую могут дать деньги и их количество, это количество освобожденного времени. В данном случае для творчества. Поэтому я отжимаюсь уверенно. Вот. Изменился. И песня, которую я хочу отрисовать сегодня, Миш, тебе. Она называется «Слово». Вот. Которая, в общем-то, нам, шизофреникам достается сейчас непросто. Хотя, в общем-то, стоя на сцене, это выглядит элементарно порой. Но, ребят, мы на это отратим в жизнь. И я лично вот от этого поиска вечно очень чувствую себя счастливым человеком. Вот. Как, наверное, и любой человек, который отдаёт дань нашему великому русскому, могучему языку. Конечно, мы не противставляемся из себя технологиям. Они берут своё. Вот. Но хотелось бы, чтобы и наши парадники общались не только на языке смайликов и сокращенных полуэпитетов, полуслов, а умели разговаривать на нашем русском языке. Я слёз не прогоню прочь, и кровь не проронив, в слух. Пусть вечности длинней ночь укутает меня, как в плед. Друг, на дальнем берегу строг, я бережно зажгу свет. Пусть главное без слов Бог не в жалости его нужды. Нет, пока во мне в моей войне хватает силы не разбрызгать огня, Господи. Не допомилуй, не исцели, не пощади меня, оставь мне твой рассветлый лук. И пусть к причалу слов меня ведёт заветная, шепотал твоих колоколов. Молодец золотых нот Украдкой постучат в грудь, Я на воду спущу плод, и каждого из них возьму в путь. И радуги сплетут мост, и сердце зазвучит вдруг, И месяц, пронив трост, рассыплется на сто святых мук. Пока во мне в моей войне хватает силы не разблескать огня, Господи, не допомилуй, не исцели, не пощади меня, Оставь мне твой рассветлый лук. И пусть к началу слов во мне горит заветная, Золото твоих льняных куполов. Я слёз не прогоню прочь, и грозь не проронив вслух. Пусть в вечности дальней ночи укутает меня, Как в премь, в другое племя. Пусть в вечности. Ну и финишируем. Пусть в вечности. Одна из любимых, насколько я ориентируюсь, Песен сегодняшнего оменинника. Песня по наших бабушек. В общем-то, вечный источник человеческого оптимизма. И наверняка будет скрытый краеугольный камень Национальной идеи, которую мы очень Последние много лет не можем так сформулировать. Песня называется «Немчики» или «Норожная история». Как-то между Киевом и Минском, Там, где созданы трусов облака, Ехали немецкие туристы, Попросились выпить молока. В мае сиреневые дали И казался выходкой ответа Немчики, мы ж с вами воевали Кушайте любовь и совет. Немчики, мы ж с вами воевали Кушайте любовь и совет. Дверь погасившейся из пушки Отворили радостно дыржа. Маленькая русская старушка И большая русская душа Денег не взяла и погромея, Ласково прихмуривая бровь, Вскрикнула, Вы ж нас не одолели, Пейте так, советом да любовь. Немчики, вы ж нас не одолели, Пейте так, советом да любовь. Налетела песня мудалая, И ветра сменили свой маршрут. Немчики, я ж с вами воевала, А с потерпевших денег не берут. И ее простуженные руки Бережно крестили сорванцом. Немчики, вы ж мне почти как внуки, И прикрыла пальцами лицо. Немчики, вы ж мне почти как внуки, И прикрыла пальцами лицо. А потом до самого рассвета Под луной, сверкающей в реке, Спорили и пели две планеты На таком понятном языке. Сцена откровений и прощания Стала покрашением кино. Немчики, родные, до свидания, Бог прости, а я уже давно. Немчики, мы ж с вами воевали, Бог прости, а я уже давно. Давай, 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 давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Аргентина, Ямайка 5-6. Михаил Каленкин в строю. И перерыв. Уважаемые зрители, вам хуже всего. Вы должны сидеть и нас слушать. У меня теперь конкретный вопрос. Делаем перерыв. Катя, делаем перерыв. Товарищи, вы улыбаетесь. Вы улыбаетесь. Да, делаем перерыв. Как страшно. Давайте две минуты перерыв. Давайте тогда. Сейчас без пятнадцати.